Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обходные пути найдены. В Самаре полностью перекрыли участок Ракитовского шоссе на пересечении с Московским. Здесь ведется строительство кольцевой развязки с путепроводом тоннельного типа. Впрочем, автомобилистов есть выход. Какой маршрут выбрать, в деталях расскажет Марина Матвейшина. По обеим сторонам Ракитовского шоссе на пересечении с Московским уже четко видны очертания свода будущего тоннельного путепровода. Северная и южная рампы. Сейчас строители планируют соединить эти две конструкции в единый тоннельный проезд. Для чего необходимо убрать участок шоссе, разделяющего рампы. В ближайшее время этого участка дороги здесь не будет. Сейчас дорожники снимают асфальт, потом уберут щебенку, а затем раскопают тоннель, в котором и начнется строительство путепровода. Проезд автотранспорта при таких работах, естественно, исключен. Ракитовское шоссе перекрыли, на подъездных путях и связанных с шоссе дорогах установлены знаки. Строители просят автомобилистов быть внимательнее и заранее продумывать свой маршрут. У нас два пути. Либо повернуть на Волжское шоссе и там по демократке, потом попасть в город. Либо проехать прямо. Все. Ну, да, других нету путей. Теперь поворота ни с города, ни на выезде из города, ни на въезде из города нету на Ракитовское шоссе. Это надо будет объезжать через Упчининов. Пробки неизбежно, говорят строители, потому ведут работы и днем, и ночью без перерыва. Торопятся успеть открыть прямой проезд по туннелю до 1 сентября. Кольцо на месяц позже. Напомним, на пересечении Московского и Ракитовского шоссе строят развязку в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018. После реконструкции схема движения по Московскому шоссе станет проще, безопаснее, а пропускная способность его увеличится. Марина Матвеевична, Станислав Левин, События. Все идет по плану. На улице Новосадово этой ночью начали укладывать верхние из трех слоев асфальта. Рецептура смеси новая. Ее дорабатывали специалисты из столицы. Подрядчик обещает, новое покрытие прослужит минимум 5 лет. В тонкостях технологического процесса разбиралась с Валерием Макарова. 900 метров в ночь примерно с такой скоростью укладывают новый асфальт на улице Новосадово. За ночь это больше 1000 тонн смеси. Ее рецептура была доработана московскими специалистами с учетом замечаний по выполненным работам на Московском шоссе. Был устроен слой основания или нижний слой покрытия щема 30 на полимерно-битумном вяжущем. И этот материал достаточно новый для Самарской области, для Российской Федерации в цену, потому что в таких объемах он мало где использовался и применялся. На всем протяжении улицы сделают дополнительную полосу движения, то есть всего их будет по три в каждую сторону. В план ремонта вошло не только дорожное полотно Новосадовой, но и тротуары, улицы Дублеры, освещение, три сквера. Хорошая новость для велосипедистов, для них сделают выделенную дорожку. Сейчас в Самаре она есть только вдоль набережной. В этом году Новосадовую отремонтируют от проспекта Кирова до северо-восточной магистрали. Сейчас уложили примерно 20% асфальта от общего плана. На нашем участке работает каждый день порядка 200 человек людей и техники около 50 единиц. Все работы, намеченные на этот год, завершат к середине августа. В 2017-м возьмутся за участок от северо-восточной магистрали до улицы Полевой. В итоге на ремонт всей Новосадовой потратят больше миллиарда рублей. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, События. Плач из камышей. В Кубышевском районе Самары на берегу озера Гатное нашли ребенка. Мальчику на вид 2-3 года. Рядом с ним не было никого из взрослых. А найденыша полицейским сообщила жительница поселка Водников. Стражи порядка выяснили. Ребенка обнаружил отставной офицер милиции. Увидев, что мальчик совсем один, он отвел его в ближайший жилой дом. На лице у малыша видно следы реакции, аллергии и, возможно, от укусов комаров. Также ребенок был босиком. Своего имени малыш назвать не смог. Сотрудники полиции с целью установления родственников провели подымовой обход поселка. Работа не увенчалась успехом. И полицейские вместе с мальчиком прибыли в отдел полиции. Вызвали медицинских работников с целью обследования ребенка. Мальчика госпитализировали. Сейчас он находится в первой детской больнице. Его проверяют на инфекции. Полицейские ищут родственников. Приметы мальчика. Рост около 90 сантиметров. Худощавое телосложение. Карие глаза. Светлые волосы средней длины. На вид малышу около трех лет. Всех, кому что-либо известно о личности ребенка или его родных, просят обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону, который вы видите на экране. 18 лет лишения свободы на троих. Суд Самарского района вынес приговор блогерам. Дмитрия Бегуна, Наталье Миронову и Олега Иванца приговорили к реальным срокам заключения. Напомню, их обвиняли в вымогательстве трех миллионов рублей у бизнесмена Сергея Шатила. Обо всем по порядку расскажет Павел Баймаков. Трех самарских блогеров задержали в октябре прошлого года. Это кадры оперативной съемки. На них Наталья Миронова с частью денег, недавно полученных от потерпевшего Сергея Шатила. По данным следствия, Бегун, Миронова и Иванец вступили в преступный сговор и вымогали у бизнесмена 3 миллиона рублей за то, чтобы не выкладывать в социальные сети якобы компрометирующую его информацию. Сергей Шатила в свою очередь обратился в полицию. Тех, кто сидел из камней подсудимых, как показал приговор, сегодня просто вымогатели. Показателем, возможно, кто-то задумается и перестанет обливать грязью людей в эфире, поскольку если человек, скажем, матом кого-то обругает на улице, он получит 15 суток. За то же самое в информпространстве он не получает ничего. Безнаказанность порождает еще больше преступлений. Напомним, приговор блогерам должны были вынести еще две недели назад, но суд принял решение возобновить судебное следствие в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Тогда в своем последнем слове Дмитрий Бегун заявил, что в ходе следствия на него оказывали давление, но подтверждения этому не нашлось. Дело шито белыми нитками, но это пока все. В итоге Дмитрий Бегуна суд приговорил к шести годам колонии строгого режима, хотя обвинение просило девять лет. Наталье Мироновой назначили пять вместо восьми. У обоих были смягчающие обстоятельства. Самый суровый приговор вынесли Олегу Иванцу, который вину так и не признал. Он проведет в колонии строгого режима семь лет. Хотя адвокаты говорят, ставить точку еще рано. Однозначно будем обжаловать этот приговор. Я считаю, что вплоть до Верховного европейского суда по правилам человека. Я все равно считаю, что нет в их действиях состава преступлений. Павел Баймаков, Константин Головин. События. Сильный пожар вспыхнул вечером в понедельник на проспекте Масленникова. Большинство жителей смогли покинуть квартиры сами. Пятерых пенсионеров, в том числе и парализованную пожилую женщину, пришлось эвакуировать. С огнем боролись больше 50 пожарных. Лариса Шалафаст, одной из первых, прибыла на место ЧП. Пожар на чердаке 19-го дома по проспекту Масленникова вспыхнул в восьмом часу вечера. На место прибыли 12 пожарных расчетов. Людей эвакуировали. Территория оцеплена. Когда из-под крыши повалил густой черный дым, большая часть жителей дома находилась во дворе. Я из садика ребенка привела, стояли, все нормально. И вдруг такое пламя, прям сумасшедшее пламя, вот наверху крыши началось. Я гуляла с внуком на улице, и тут мне кричит соседка вот с четвертого этажа, говорит, Наташа, Наташа, я не поняла, что такое. Потом подошла, она говорит, у тебя пылает над твоей квартирой огонь. Я скорее побежала, у меня там бабушка с дедушкой, вот всех, то есть документы собрала, их собрала, все и вынес. Тут уже пожарные подъехали. В квартирах на верхних этажах живут пенсионеры. Спасатели эвакуировали пять человек. Помощь людям оказали прибывшие на место медики. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров. Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности. Также на место прибыли глава города Олег Фурсов, глава района Алла Волчкова, представители управляющей компании и газовая служба. Погорельцы временно расселились у родственников и друзей. Также районные власти подготовили для людей пункт временного размещения. Мы сегодня в школе 144 уже подготовили специальное место, где люди смогут и получить питание, где они смогут провести ночь, утро до решения всех вопросов. Полностью потушить огонь удалось через 40 минут. Причина возгорания пожара и ущерб устанавливаются. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов, События. А теперь коротко о других темах дня. Еще один романтик с большой дороги. В Самаре разыскивают подозреваемого в совершении разбойного нападения. Около двух часов ночи мужчина, угрожая продавцу ножом, ограбил цветочный магазин на улице Нововокзальной в Советском районе. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Крабителю на вид 30 лет, рост примерно метр восемьдесят. Волосы светлые. И это уже второй случай за последние две недели. В июне мужчина также, угрожая ножом, похитил из магазина букет из 55 роз, но был задержан случайными прохожими. На улице Зои Космодемьянской открыли движение. Напомним, на прошлой неделе улицу отрезали от московского шоссе. Съезд закрыли в связи со строительством дублера на основной магистрали города. Теперь городские автобусы номер 21А и номер 56 возвращаются к предыдущей схеме движения. В Самаре ищут подрядчика для строительства улицы Арена-2018. Дорога станет основным маршрутом для команды болельщиков к стадиону. Улицу Арена-2018 построят за 770 миллионов рублей. Ее протяженность составит более двух с половиной километров. Она соединит Волжское шоссе и Демократическую. На ней будет четырехполосная проезжая часть. На этой улице построят два подземных перехода, а также тоннель для велосипедистов. В этом году Самарский национальный исследовательский университет планирует принять более 5000 студентов, в том числе 2500 первокурсников, на бюджетные места. Это гораздо больше, чем в совокупности с ГАУ и сам ГАУ приняли в прошлом году. В 2016 году только Миноборнауки региона выделила объединенному университету дополнительно 75 бюджетных мест на такие направления, как экономика, юриспруденция, реклама и связь с общественностью и филология. Зона культуры и отдыха появится между двумя поселками Петра Дубрава и Крутые Ключи. Проект уже есть. По идее авторов, площадь будет раскрываться в четырех направлениях. С южной стороны откроется выход к мемориальным сооружениям, с северной – к парку и улице Коммунаров. Последнюю в дальнейшем расширят за счет сноса ветхих домов и превратят в озелененный бульвар. В восточном направлении от нового здания будет располагаться сквер и церковь. К западу центр выйдет на спортивные объекты, которые планируется построить. В мусульмане всего мира сегодня отмечают Ураза Байрам. Это одно из двух главных торжеств ислама. Оно установлено в завершении священного месяца Рамазан. В Самарской соборной мечети на праздничный намаз собрались тысячи верующих. Поздравления в адрес всех мусульман направил и губернатор Николай Меркушкин. Олег Зверев тоже изучил историю и традиции праздника. Еще задолго до рассвета верующие стали собираться на молитву. Праздник разговения Ураза Байрам отмечается по окончании священного месяца Рамазан, в течение которого мусульмане воздерживались от пищи и воды в светлое время суток. Пост – один из пяти столпов ислама. Его цель – духовное и телесное очищение. И надеемся, что пост, который совершал каждый из нас искренне, он поспособствует тому, что люди будут искренними в своих деяниях. Ограничения в еде снимаются с первым праздничным рассветом. Но после вкусии поста остается – это дисциплина, терпение и уважение к ближним. В состоянии голода человек, вы знаете, более агрессивный. А именно во время поста полный забред на агрессию. Даже там, где, может быть, был бы конфликт, человек, соблюдающий пост, мусульманин, он должен избежать любыми средствами этот конфликт. Ураза Байрам празднуется три дня. В это время принято готовить угощения, посещать родственников и друзей. Накрывать праздничный стол – это главная традиция ураза Байрама. За месяц священного поста верующие познали настоящую цену еды и питья. И сегодня первый день, когда можно все. Но при этом необходимо помнить и о делах милосердия, и навестить одиноких, больных и всех, кому нужна помощь. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События. Самарским выпускникам не хватает знаний и истории. К таким выводам пришли в областном министерстве образования. В регионе подвели первые итоги госэкзаменов. Почти 40 тысяч девяти и одиннадцатиклассников показали результаты знаний. 193 выпускника сдали экзамен на 100 баллов. Но есть и такие, которые с задачей не справились. Итоги в нашем следующем сюжете. Итоговая аттестация прошла по плану и без технических срывов. Для сдачи госэкзаменов оборудовали 93 пункта. Для тех, кто по состоянию здоровья не смог прийти лично, экзамен устроили на дому и в больнице. Организаторы впервые применили технологию КИМ. Это технология, когда, собственно говоря, ребята садятся в класс. И при них вот здесь на их глазах распечатываются контрольно-измерительные материалы. И тут же им раздаются для работы. Выпускники сдавали обязательный русский язык и математику. И два предмета по выбору. В основном выбирали общество знаний и физику. Результаты комиссию порадовали. Чего нельзя сказать о знаниях по истории. Экзаменаторы уверены, выпускникам стоит повысить уровень патриотизма. В целом, если сравнивать с прошлым годом, и результаты выше, и 100 бальников больше. Сдавали от мала до велика. Самому старшему 51 год. Решил поступить в сельскохозяйственную академию. Самый юный учениц 11 класса 15 лет. Организаторы говорят, отношение к госэкзаменам становится более серьезным. Вот эта положительная тенденция, рост качества образования, рост мотивации ребят к освоению предмета, вот это очень важно. За эти два года число 11-ти классников, которые уверенно выбирают свой дальнейший профиль, увеличилось на 20%. Что касается 9-ти классников, аттестаты о среднем общем образовании не получили 187 выпускников. Они были недопущены к испытаниям или получили неот по двум обязательным предметам. Количество апелляций, которые привели к изменению результатов, в этом году снизилось. Окончательные результаты экзаменов будут известны 11 июля. Лариса Шлафаст, Олеся Корецкая, Сергей Баскин. События. Усилить работу по покосу травы в Самаре поручил первый завеститель главы города Владимир Василенко, руководителем управляющей компании и районам администрации. Сейчас каждый день на борьбу с сорняками выходит 11 бригад муниципального предприятия благоустройства. Причем любой житель Самары может указать на те места в городе, где нужно постричь поросы. Такие обращения принимают в районных администрациях. Уже скошено почти 400 гектаров сорной травы, в том числе амброзии. Она может принести вред людям, страдающим от аллергии. Привести территорию в порядок нужно до конца месяца. До 20-го числа проявить всю пролетарскую ненависть к этим стебелькам под названием амброзия. Выкосить все. Организовывайте. Косите. Жесточайший контроль. Цветы в чемодане и в вазы в виде стульев. К программе «Цветущий город» все акте не присоединяются предприниматели и не просто высаживают клумбы, а занимаются настоящим ландшафтным дизайном. Креативность идеи оценила Мариана Мирная. Раньше в этом прекрасном саду был не просто пустырь, а горы мусора, оставленного после ремонта. Твердая, как камень земля, не давала ни одного ростка. Евгений Галкин, в прошлом военный человек, приучен к порядку. А вид под балконом никак не соответствовал его представлениям о прекрасном. Вот и стал он вечерами понемногу облагораживать участок. Втянулся так, что даже мечтает на оставшемся участке установить фонтан. Есть планы, да. Вот здесь вот этот участок, вот сзади у нас остался свободник. Там ужасная земля, ужасная территория. Я хотел сделать водопад. И нет специально выделенного времени для этого. Оно само собой находится, понимаете. Для того, чтобы этим заниматься. Я же здесь не работаю, я здесь отдыхаю. Если получается, красота, она как бы дает силы. Программа «Цветущий город» была запущена по инициативе главы Самары Олега Фурсова только в этом году. Но уже заметны результаты. Ярких красок стало больше. Площадь высадки цветов увеличилась на четверти. Это не предел. В программе все активнее присоединяется бизнес. Предприниматели благоустраивают прилегающую территорию за свой счет. Чтобы было красиво видно издалека. Чтобы привлечь внимание людей. Чтобы обгородить как-то наше кафе. Обгородить в конце концов парк, который здесь сделали. Предпринимателям я считаю, что даже выгодно создавать такие хорошие условия. Принимать активное участие в озеленении и благоустройстве. Потому что это создает настроение для их клиентов. А проходящие мимо жители Самары просто наслаждаются видами. В Октябрьском районе высажено более 13,5 тысяч клумб. Установлено 337 вазонов и 15 каскадных конструкций. В течение года будет высажено 130 деревьев. Предприниматели Октябрьского района установили больше 100 вазонов с цветами. И благоустроили больше тысячи квадратных метров газонов. Городские власти призывают жителей бережнее относиться к чужой работе. Не срезать и не выкапывать цветы. Креативные придумки дизайнеров всегда хорошо работают. Вот здесь есть, например, вот такие стулья. Правда, на них нельзя сидеть. И даже чемодан, купленный на Блашином рынке, в котором уютно разместились желтые бархатцы. Благодаря городской программе по озеленению цветы появляются там, где их раньше никогда не было. Как здесь, на проспекте Масленниково. Цветочные газоны и каскады установлены впервые. К концу посадочного сезона на протяжении всей улицы высадят березы, липы и каштаны. Мариана Мирная, Алексей Золотенков. События. В Самаре вручают памятные знаки, посвященные 75-летию присвоению города Куйбышева статуса запасной столицы. Всего до 7 ноября их получат около 100 тысяч жителей региона, в том числе и те, кто сегодня активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. Сегодня знаки вручали врачам. Материал Марина Кравцовой. Бабушка Елена Исаева и почетный донор Советского Союза в годы войны работала при госпиталях. Внучка выбрала профессию врача уже больше 30 лет в медицине. 8 лет занимается профилактикой. Здоровый образ жизни прививает студентам техникумов. Нынешнее поколение, оно более нацелено на здоровый образ жизни. Оно как бы стремится заниматься спортом. Действительно, молодежи больше патриотизма стало. Они все-таки гордятся, что живут в России. Почетный знак Куйбышев, запасная столица, вручили 70 медицинским работникам Ленинского района Самары. Врачам и медсестрам они не только с особым вниманием и душевным теплом относятся к любимым пациентам и ветеранам, но и патриотической работе отдают немало времени и сил. Вот так выглядит знак. В его разработке участвовали специалисты в сфере геральдики, историки и ветераны. Сиреневая колодка с красной каймой позаимствованы у медали за трудовую доблесть. На лицевой стороне самого знака изображен легендарный штурмовик Л-2, шеренга солдат, шагающих по площади Куйбышева и театр обера и балета. На обратной стороне надпись «Куйбышев, запасная столица, 75 лет». Врачи поделились. Для них этот знак имеет особое значение. Он олицетворяет не только память о великом подвиге народа, но и внимание к воспитанию нынешней молодежи. Всего памятный знак получат около двух с половиной тысяч жителей Ленинского района. Многие люди участвуют в всевозможных союзах, в всевозможных организациях, общественных объединениях. Эти награды объединяют людей для достижения какой-то общей цели. Это воспитание патриотизма у молодого поколения, у подрастающего поколения, у тех людей, которые на сегодняшний день готовы идти вперед. Памятные знаки «Куйбышев, запасная столица» получат около ста тысяч жителей Самарской области, ветераны и труженьки тыла. Те, кто сегодня занимается патриотическим воспитанием молодежи, трудовые коллективы и предприятия. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Самарцам покажут театральную Россию. Федеральный проект под таким названием открылся в кинотеатре «Художественный». Основная задача акции – познакомить зрителей в разных городах страны с лучшими постановками знаменитых театров Москвы и Санкт-Петербурга. В спектакле можно будет посмотреть как в записи, так и в режиме прямой трансляции. Интересные ракурсы и крупные планы позволяют зрителям увидеть даже больше, чем если бы они находились в театре. В проекте участвует 60 кинотеатров по всей стране. Это проект, который позволяет Самаре включиться в такую вот сегодня уже всероссийскую сеть продвижения театра посредствами кино. Сегодня это очень актуально, востребовано, интересно. Мы снимаем пятью камерами, и у нас уникальная история – то, что мы вам подадим театр на ладони. Вы посмотрите удивительные вещи, те же, которые вы не увидите в театре. Иногда захотите увидеть уголки глаз, краешек губ актера, какое-то его мимолетное выражение. И вы берете бинокль. А вот здесь мы вам даем все без бинокля. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Иван Сыров из Петербурга играет за сборную России по пляжному теннису не первый год. После прошедшего чемпионата страны мастер спорта из северной столицы вместе с самарцем Игорем Панином занимал третье место в парном разряде. На предстоящий чемпионат мира поедут только первые номера. По итогам двух соревнований, поэтому нужно успешно выступить еще и на Кубке страны. Основные конкуренты Ивана Сырова – местные теннисисты. Все ребята очень сильны. Я и мой партнер, мы подготовились хорошо, мы тренировались, готовились. Мы находимся в хорошей форме, поэтому надеемся показать максимальные результаты, победить. Но тем не менее, все ребята молодцы, все в хорошего уровня, поэтому будет борьба. Шестой кубок страны по пляжному теннису в шестой раз разыграли в Самаре одну из трех столиц этого вида спорта в России. 90 спортсменов старше 18 лет претендовали на большой приз. В два раза меньше участников разыграли медали второго первенства России. Всего страну представляли 14 городов. Здесь участвуют сильнейшие теннисисты страны. И эти соревнования являются последним отборочным этапом перед чемпионатом мира команды, который пройдет в скорости в Москве. Самарская область выставила на первенство страны одну из сильнейших команд. В сборной России играют 10 человек. Поэтому не случайно, что самарцы боролись за медали разной чеканки. В смешанных парах, а также мужских и женских. Мы еще очень молодая команда, то это, конечно, достижение. Проблема у нас в чем? Нет зимней базы. У московских, у питерских ребят, даже у Саратова круглогодично есть возможность заниматься. Мы пока только с мая месяца выходим, как только позволяет погода. А зимой просто отрабатываем технику в спортивных залах. Выиграть такое престижное соревнование у себя дома и возможность иметь попасть в сборную команды Российской Федерации – это, конечно, достижение. Я очень надеюсь на то, что наш регион в очередной раз будет достойно представлен теперь же в пляжном теннисе на международных соревнованиях. В итоге самарцы завоевали три Кубка страны. Победу праздновали Игорь Панин, Дарья Чуракова и Николай Гурьев. На первенстве России юниоры взяли четыре серебряные медали и две бронзовые. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова